Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, сегодня мы с вами поиграем в Warframe. Это такая замечательная игра сетевая Рубилова, в которой мы выбираем себе так называемого Warframe, боевого робота. По размерам он отвечает человеку, который следует древним традициям и сражается с трема фракциями. Начинаем мы как правило, либо с Excalibur'а, либо с Вальта, либо с Мэга. Или я кого-то забыл. Ну да, вроде из них. Раньше просто был Локи. Такие дела. После этого мы путешествуем по планетам, выбиваем с боссов части новых Warframe'ов. Нас обучают всему понемножку, постепенно. Не водят за руку, как в остальных сетевых играх. Но тем не менее. Где-то половину знаний от игры я почерпнул именно на Ютубе. То есть смотря видео знающих людей. Это так называемая кузница. Для того, чтобы создать Warframe'а, любого, кого бы это ни было. Вот, например, Локи, которого я сейчас пытаюсь выбить до конца. Он выбивается у нас на Нептуне с босса Гиен. Тут сейчас заражение идет, так что я показать не могу. Или, например... Боже мой. Где эта проклятая Церера? Седная Европа. Ирида. Лутон. Почему? А вот она, ёптвою мать, я слепой. Как крот. Или, например, что выбить Фроста нам нужно убить лейтенанта Лекс Крилла. Где-то, ну если вам повезет, три раза. Чтобы выпал чертеж системы, чертеж каркаса и, собственно, чертеж шлема Фроста. После этого мы благополучно отправляемся в кузницу, выбираем части варфреймов и вот крафтим куски Фроста. Каждый из них крафтится за 15 кусков, то есть за 15 тысяч местной валюты и за ресурсы. Как вы видите, для каждого они свои. Выбиваются они также на специальных планетах. После этого, когда будут готовы три части, мы оставляем, ну точнее, запускаем новый крафт. И через 72 часа или 3 дня у нас будет готов новый варфрейм. В моем случае я уже скрафтил Сибирино. Я начинал с Экскалибра. Скрафтил Сибирино. Через 14 часов у меня будет Тринити. Через 2 дня будет Никс. И через 3 с половиной дня будет Фрост. Скорее всего еще Локи. Ну посмотрим. У меня ячеек на всех не хватит, поэтому придется выбирать. Еще могу купить максимум одну ячейку. То есть у меня будет Тринити и скорее всего будет Фрост. А там уже выбью. Варфреймы у нас снаряжаются основными дополнительным оружием. Плюс оружие ближнего боя. Кроме этого, без модов они ничего не стоят. Поэтому снаряжать их нужно с умом. Так как Рина это танк. Чистейший, можно сказать. На него стоят все моды на живучесть. Я, к сожалению, не знаю, как поднимать вот это вот общее количество модов, которые можно ставить. Я видел просто у людей там 75 или 76. У меня 35 почему-то. Не знаю, как, почему, для чего. Может это именно в праймовских версиях. Ну тогда это все объясняем. Такие же моды у нас ставятся и в пушки. Ну, соответственно, другого расклада. Но ставятся и в пушки. И в доп. оружие. То есть оружие ближнего боя. Также мы можем купить чертеж компаньона. И скрафтить его за несколько часов. Компаньоны у нас делятся на три типа. То есть это поддержка. Это дамагеры. И это вот такая вот хреновина, как пылесос, например. Который помогает собирать ресурсы. Раз я уже пришел в магазин, то покажу вам, как это выглядит. Мы можем купить уже готовых варфреймов за платину. Но платина это донатский ресурс. Другим путем его получить нельзя, кроме как донатом. Ну, правда, в Иру есть один способ. Но не мне о нем рассказывать. Либо я сам ищу нуб в этой замечательной игре. Но если вы все-таки играть без доната абсолютно реально. Мы можем выбить детали любого варфрейма. То есть на определенных планетах. Купить тут чертеж и скрафтить его совершенно бесплатно. Просто надо немножко погеморроиться. Также есть такие варфреймы, как... Ну, то есть эти же варфреймы, в принципе. Только их праймовские версии. Например, тот же Рина Прайм. Куски Рина Прайма, Фроста Прайма, Эша Прайма. И такие Анубис. Мне нравится вот его скин. Сам Эш мне не очень нравится, но скин у него шикарный. Тринити тоже ничего такая. Они выбиваются у нас в башнях. Благо, у игры есть замечательная вики, где все описано. Вот в таких вот башнях, собственно. В1, В2 это сложности. И есть еще В4, но, к сожалению, она слишком сложна для меня. Мне туда еще ходить рано. Такие дела. Плюс есть еще вот такие вот приколы, где выбиваются тоже части праймовских оружия и фреймов. Это руины Орокин. Для того, чтобы туда попасть, нужно в магазине, в разделе ключи. В разделе ключи накрафтить, собственно, этих ключей и создать их в кузнице. Что-то я прям так ушел, 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 ушел. Рассказ. Пушек, на самом деле, тоже огромное множество. Они все крафтятся подобно тем же фреймам. Тут показаны одни пушки. В дадзё можно скрафтить совершенно другие пушки. То есть, в фантазии есть, где разгуляться, и вы можете найти оружие для себя. Также у нас есть возможность вырастить вот такую вот срань. Это маленький кубрао. Я не знаю, когда он повзрослеет, но зарубить я его, к сожалению, не могу. Могу вот только вот так вот погладить. И на этом все, собственно. Эти моды можно улучшать и прокачивать вот там вот на том станке. Но не суть важна. Давайте-ка я покажу вам уже боевую часть. То, наверное, мой... Замечательный рассказ уже немножко подзаебал. На самом деле, я все оружия, всех варфреймов качал вот здесь вот. На обороне. Пойдём. Калибур. Ты смотри! Кубрао открывает ящики. Охуеть! Вот этого я не знал. Прикольно. На блудсикера похож. Раскраска у него такая... Жёсткая. Причём на того блудсикера, что был до его, так называемого апа. Его на самом деле понерфили, суки. Как раз-таки после этого я перестал в дот играть. Я очень любил блудсикера. Где открывай, говно? О! Оказывается, не такое бесполезное этот... Сраный Кубрао. Ну да ладно. О! Хереть, полезная штука. Ладно, пошли. О! О! Люблю я ближний бой. Особенно Рина. Которому насрать на входящий урон из-за его второго скилла. И не канка, тоже, в принципе, хорошее оружие. Хотя мне больше нравится этот двуручник. Я забыл, как он называется. Так, в принципе, и происходит прокачка. Не по мере использования там чего-то, а по мере убийства мобов. Купол тут ебал. Нормально. Нормально. Третий скилл это Орёв. Усиляет моих сопартийцев. На 40 секунд. А четвёртый скилл это Топот. Её надо продемонстрировать на толпе врагов. Иначе будет немножко не то. Но обычно оно их поднимает в воздух. Вот. И они там висят несколько секунд. Но поскольку враги довольно слабые, с 16 уровня, они все поумирали, чёртовой бабушке, из-за моего Топота. Ну да ладно. Оружие я использую полуавтоматическое и револьверы Акмагнуса. Блин, прикольный скин у этого. Точнее не скин, а шлем у Фроста. Хочу себя Фроста. Обычно, когда у некоторых фарфреймов заканчивается энергия, они превращаются в балласт. Бесполезный абсолютно. А у Фроста, даже если закончится энергия, у него там брони три сотни. Ну, чистейший танк. Да и если вкачать его выносливость, так это вообще срань будет. Такая, неубиваемая. Убиваемая. Как вы видите, мой компаньон работает как надо, притягивает ресурсы, патроны, там синие шары. Это энергия, собственно, для тех, кто не в курсе. Для продвинутых игроков это видео вообще ни о чем. Просто хотел поделиться своим манением. Че это такое? Че это за говно со мной только что случилось? Ну, собственно, рекомендуется, конечно, стоять 20 волн. Там есть ранг А, Б, С. То есть, вот как раз таки каждые 20 волн там дается улучшенная награда. Ну и плюс кач идет куда более адекватней. В принципе, народ у меня неплохой. Смотрю, два экскалибура. Фрост. С Фростом вообще стоять оборону или раскопки. Что бы то ни было, где нужно что-то защищать. Это просто радость. Конечно, будет тут еще нового. Вообще, цены бы не было. Они бы все рассыпались моментально. Фростом дал свою массовку. Ну что-то этот блудсикер местный меня вообще не впечатляет. Бегает, что-то тут беснуется. Я вот калибуром въебал бы ульту и все бы рассыпались. Просто бы бегал, не выключая ее. Файберон называется моя пушка. Ёп-таки. Я там помню, как она называется. Я помню, что я ее скрафтил с дробовика подобной. Но то был почему-то не дробовик, хотя стрелял как дробовик. Латрон он, по-моему, назывался. Короче, одно удовольствие стоять такие вот миссии с заточенными под... Что с ним случилось с этим говном? С заточенными под топ-фреймами. Это одна из причин, почему я хочу фроста на самом-то деле. фроста и тринити. Тринити нужна везде, а фрост незаменим на оборонах. Правда, в одном экземпляре двое там не к месту абсолютно. Хороший варфрейм на самом деле Рино. Его многие говнят. потому что хотят играть с ним так как фростом. А фрост что, поставил купол, блин, и ему как бы поебать? Он может стоять там будет. Особенно если враги еще стреляют, так это вообще чума. Он поставил этот купол и, получается, никто его не может продамажить извне купола. Урон просто не проходит. А если я стукну? мой компаньон, он еще отстреливается с дробовика. Вообще полезная такая приблуда. ну а что не пользоваться пока в принципе энергия-то есть. Пока она везде тут валяется. Это только десятая волна, постараюсь достоять до двадцатой. почему-то экскалибр своей ультой не пользуется вообще. Не камильфо. С ними было бы куда быстрее. пошла ульта экскалибр пошел резать. дальше идем. Есть голосовой чат, правда я им не пользуюсь. Хотя попадаются ну как в кс в принципе попадаются редкие ублюдки. Ну это ладно. На самом деле какие любые ММО. Тут есть ПВП раньше его не было. Ну когда я только начинал играть. Я играл в нее раньше. А это новый персонаж я решил обратно попробовать что ли. И залип. Уже играю там то ли 5 то ли 6 дней. поднял там 5 уровень по-моему. Уже считайте поназоздавал кучу варфреймов. Знаю как создаются практически все. Так пора завязывать с этим весельем. Просто для того чтобы их создать все без доната нужно время. банально нужно время. Можно каждый день поднимать один уровень. То есть в принципе это реально. Но это гринд. А гринд особо я не люблю. Именно из-за этого мне и поднадоел Skyforge. Сейчас я от него отдыхаю в данный момент. Те кто будет смотреть это видео из моего клана. Вернее не из клана А из пантеона. Большой большой привет. Привет всем основателям. Без исключения. О, так у меня энергии нет уже. Хотел топнуть. Не помогло. Уже как видите стоять стало сложнее. Они стали выше левелом. Стали покрупнее. Стали побыстрее. А мою первую кожу они таки не пробили. Хочу дождаться пока кожа спадет блин и все никак. Это все потому что команда крутая попалась. О, наконец-то они мне кожу сбили. Бесконечная рубилова это на самом деле всегда весело. Правда как и все имеет свойство надоедать. Так и она надоест в скором времени. Но я думаю я соберу еще добрую парочку варфреймов. Прокачаю каждый из них. Попробую как ими играть. Может даже залипну на том как бы раздобыть собственно праймовских варфреймов. Там нужно посещать эти башни. Можно конечно торговать люто. Продавая мусор там ища лучше цены. Но тем не менее способ их получить есть. Эша я наверное крафтить себе обычного не буду. Крафчу себе сразу праймовского. У меня уже там две детали или одна деталь есть. Раздобыл конечно чисто случайно она няш это такой варфрейм который должен быть в арсенале. Хотя больше я люблю на самом деле локи. Когда я первый раз играл тогда еще локи был в стартовом наборе то есть был мэг был локи и был экскалибур. Я тогда выбрал себе локи такой чистый инвизер локи в соло реально пройти любой данж. Это такая маразота словами не передай. Что-то жрет у меня энергии. Причем с лютой силой. 14 волна блин. Сложно идем. Вряд ли достоим до 20 надо собирать уже то чтоб она падала и скорее всего завязывать с этим делом. Не знаю как там со звуком на самом деле дорогие друзья было ли меня слышно или не было. Что-то я не подумал об этом. у а я стать л по этому что-то doit остановиться тем р miesz и ну « Продолжение следует... 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 Ну что ж, еще одна волна. Даже две. Есть один способ, ну если вы играете со знакомыми или с хорошей командой, качаться. То есть вылезли вот сюда, и вы находитесь в зоне получения опыта, и просто ни хрена не делая, по сути... Качаетесь. Продолжение следует... 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 Пока.